Не простой, а с золотыми узорами, гостями и нагородними в Ульяновске состоялся федеральный Сабантуй. Праздник поля провели на городском ипподроме. Жители районов области, по Волжи и других губерний собрались на трибунах. Для зрителей выступали творческие коллективы. Ансамбль «Волга» показал красочные номера в нарядных национальных костюмах. А голосистая певица Альфия Рамазанова исполнила известную татарскую песню «Кабелек». Действо шумное и красивое, публика оценила, а некоторые участники торжества поделились семейными секретами. Здесь есть у нас традиция, что в Сабантуй это праздник о завершении посевных работ. Каждый год, каждый лет, по мере, как погода нам позволяет, мы с Венерой засаживаем огород, сажаем помидоры, огурцы, ну все, что нужно. И по завершению мы собираемся, топим баню, ставим самовар во дворе у себя, пьем вкусный-вкусный чай, крепко с души, с разными травами. С детских времен ездили в деревни, где мы все родились, воспитались. И понятно, что всегда с семьями весело, с песнями ходили друг к другу в гости, обязательно смотрели, кто будет лучшим батыром, самым сильным батыром. Шатры с расписными платками, богато украшенными тюбетейками соседствовали с игровыми площадками. Национальная борьба кюреш и лазаньи по столбу за подарками проходили рядом. Компания им составила бег с коромыслами и другие народные забавы. Все районы области представили свои экспозиции по дворе, отражающие быт татарских семей, проживающих в глубинке много лет назад. Организаторы угощали всех чак-чаком, губодией и катыком. Ульяновские производители представили свою продукцию, в том числе и известную минеральную воду. Дружба народов и душевные отношения очень важны в период сложной геополитической обстановки. В этом уверен политик Сергей Рябухин. Это праздник мирного существования, совместной жизни, работы людей разных национальностей. Он уже вышел в формат чисто национального праздника. Смотрите, здесь и татары, и русские, и чуваши, и мордва, все национально-культурные образования, которые зарегистрированы на территории Ульяновской области. Поэтому вот такой уже всенародный праздник. На торжество прибыл Алексей Русских вместе с президентом республики Татарстан. Рустам Мениханов оценил организацию праздника. Уважаемые ульяновцы, гости сегодняшнего Сабантуя. Это праздник не только для татар, это праздник для всех. Мы видим, каким образом организован сегодняшний Сабантой. Прекрасно подготовленный и, конечно же, прекрасная погода. Хотел бы пожелать каждому из вас приятного, хорошего дня, хороших впечатлений, хороших друзей. Губернатор Ульяновской области поблагодарил организаторов торжества. В этом году ипподром преобразился, что не может не радовать. Летом конную площадку отремонтировали. Инфраструктура, которую мы создали, будет работать и дальше на благо ульяновцев. Здесь будет организована детская конно-спортивная школа. Я уверен, что все жители, которые живут рядом и с другого берега Волги, уверен, что будут посещать это место. Алексей Русских и Рустам Мениханов планируют и дальше дружить с регионами. Правительству первые лица обсудили планы на будущее и заключили несколько экономических, культурных и технологических соглашений. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Уллправда ТВ.